Стадион «Арена Химки» – самый крупный спортивный объект в Подмосковье. Вне игр он вмещает более 18 тысяч болельщиков. Сегодня игр нет, зато есть химкинские школьники из лицея номер 7, которые чуть ранее изучили устройство стадиона, а теперь с удовольствием наблюдают за тренировкой футбольного клуба «Химки». Посмотреть матч с трибун может каждый футбольный болельщик. Но вот пробраться в святая святых к тренерской скамье и лавке запасных – такая возможность не всегда доступна даже журналистам. Но сегодняшний день – исключение. В Химках уже четыре года проводит акцию «Неделя без турникетов». Крупнейшие предприятия и организации округа открывают свои двери для школьников, чтобы показать работу большой системы изнутри. Это только кажется, что комплекс – это директор и собственное помещение. На самом деле, что все это работало, задействована масса профессий, масса специальностей. Все это должно работать как единый механизм, только тогда это будет успешно. Среди работников стадиона – инженеры, охранники, работники пресс-службы, но куда без тренеров, судей и самих спортсменов. Школьникам показали комнаты отдыха, допинг-контроля и судейские. Ребята смогли подержать в руках знаменитые красные и желтые карточки, вблизи увидеть табло замены игрока. Зашли в раздевалку футболистов. Из ребят далеко не все фанаты Химок, но Вячеслав эти имена знает. Смотрит футбол с пяти лет, поэтому прогулки по арене впечатлили. Комната делегации, она тоже была хорошая. Комната судей тоже мне понравилась. Ну и раздевалка, конечно, с футболками. Следующая остановка – вип-ложа. Ребята смогли увидеть футбольное поле с высоты в 42 метра и оценить сиденье с подогревом. Также подростки побывали в ложе для прессы. Я здесь нахожусь первый раз, и мне очень понравилось. Такие яркие впечатления остались у меня после этой экскурсии. В общем, мне хотелось бы сюда еще раз прийти, но уже на настоящий матч. Стадион «Арена Химки» существует больше 10 лет. За это время он успел не раз принять клубы российской премьер-лиги и лиги чемпионов УЕФА. Сегодня химкинские школьники смогли пройти теми же коридорами, что и звезды мирового футбола.